Дмитрий Бочарников, Дмитрий Константинович, ну мы все сами видели, но ваш комментарий по каждому тайму, потому что в первом тайме наша команда, на мой взгляд, выглядела гораздо лучше, чем во втором. Ну, во втором ребята из основного состава чуть подсели, к сожалению, ротация, которую мы сделали, сыграла в другую сторону, то есть те, которые вышли на замену, к сожалению, сделали подряд несколько потерь, ошибок, Сергей после этого оторвался, уже дальше спокойно дал его место, тогда ключевой момент был, когда мы сделали замену и получили сразу три легких мяча. Ну, я замечаю, у нас в каждой игре какая-то вот такая провальная пауза есть, она бывает в первом тайме, бывает во втором, отчего? Именно в эту провальную паузу соперник уходит вперед, который этот гандикап мы потом не можем отыграть. Что в этот момент происходит? Ничего не происходит, мастерства не хватает, мастерства команды, все вместе, то есть у нас, к сожалению, воротарь не стоит, сегодня воротарь помог. Ну, ребята, которые должны были в конце играть на победу, в конце все сыграли с руком плохо, поэтому не хватает мастерства стабильности. Значит, либо должны играть эти, которые выходят в основе и без замен, либо те, которые подменяют их, должны давать также результат. У нас пока так не получается, то у нас нападение отсутствует, то нападение нормально играет, защита не получается, никак не можем найти баланс между игроками, взаимодействием, чтобы это привело к результату. Пока не хватает мастерства команды. Ну и если команда проигрывает, конечно, нужно больше работать. Ну, 7 матчей, 7 поражений, какие-то в голове мысли есть, что предпринять, какую сделать такую, я не знаю. Конечно, не очень хорошие, 7 поражений. Принять нужно одно – работать, работать и работать. Смотреть на то, где у нас трещит, как говорится. И так как поселение у нас не предвидится никакого, ну, Филев только пришел, но он 4 месяца не тренировался, то из этих ребят надо делать, русски говоря, новую команду. Но пока они, видимо, под психологической нагрузкой не могут показать то, что должны показывать. Пока я вижу, как семерки, восьмерки, там где-то, не выдерживают они. Думаю так. Ну, самое главное, вы говорите, надо из этих ребят делать. Сами верите, что из них можно сделать действительно мощную боевую дружину? Ну, если тренер не верит в то, что можно что-то сделать, то ему надо уходить на пенсию. Или вообще просто уходить в другую дружину. То есть, конечно, верю, просто насколько это будет путь, быстрым, скажем так. Потому что тот из ребят, скажем, быстро показывает какой-то результат, а кого-то надо время, чтобы он заиграл. Сегодня Никита Светло вышел, не сыграл так, как нам хотелось бы. Так парня, видите, у него 17 лет. То есть, на него акцентированно сыграли. Ну, надо, значит, дальше продолжать с ним работать. Так же, как со всеми остальными. Верю, конечно. Единственный момент, успеем ли мы это сделать. Потому что еще и расписание такое, что очень плотный календарь. Для молодых игроков это, к сожалению, не очень хорошо. С ним надо работать, указывать на ошибки. Но когда они больше сидят и мало получают игровое время, для них это не очень хорошо справиться. Так что тренеру всегда не хватает одного времени. По всей видимости, мне тоже. Дмитрий Константинович, спасибо. Мы все равно будем верить, будем болеть. Приходите на гонбол. Главный тренер команды «Динамо Сунгуль» Дмитрий Карлов. Дмитрий Владимирович, мы поздравляем с победой. Молодцы, что еще тут добавить. Поэтому ждем теперь от вас комментарий по каждому тайму. Хотелось бы, так будет, наверное, интереснее для всех. Ну, игра, первое, что хочу сказать, игра получилась очень плотная, упорная. Как всегда, с «Каустиком», команда «Каустик» такая неуступчивая команда играет до конца. А что не получилось, много, немного, 7-метровые не реализовали свои. В первом тайме несколько легких голов пропустили, там, с края, там, концентрация там не особая была. Во втором тайме тоже там, на быстром центре несколько ничего получили. Ну, опять реализация. «Каустик» немного такой отрезок провалил во втором тайме. Именно вот вы как почувствовали в этот момент, ушли в отрыв, уже не позволили догнать. Ваша команда отыграла стабильно этот... Вот что в этот момент вы сказали ребятам, когда было видно, что «Каустик» подсел? Да ничего не говорил, там, в принципе, по игре, там, ребята сами, как бы, видели, что, да, «Каустик» там сделал ненужные потери, но и забили контратакой за счет этого. А по поводу пенальти, когда Миша Гридасов первый раз не попал в ворота, вы все равно доверили ему еще раз потом пробить. Верили, что попадет? Ну, да, конечно, ну, как бы, первого там, по-моему, в перекладину, да, попало там, ну, как бы, да. Миша сам сказал, что я готов все раз попробовать. И сегодня, ну, у вас блестяще, конечно, отыграл Иван Шаров, но все-таки и Женя Лысаков, а Виктора Холдова я в молодежке видел в прошлом сезоне в «Первских медведях». Иван Шаров настолько хорош, что, по сути, не дает своим партнерам шанса выйти на площадку. Ну, вы сами видели, он, в принципе, концовку там, вот этот разрыв, там, что Ваня там отбил свои мячи. Ну, я думаю, что любой трейлер там не будет менять в артаря, когда в артаря идет игра. Как войдет второй в артарь, то неизвестно. Ну, и главная цель вашей команды на сезон? Ну, у нас для начала восьмерку попасть. А потом будем смотреть, да, ну, все будет. Виктор Владимирович, с победой еще раз поздравляем. Давайте бой в Москве и приезжайте к нам еще. Капитан команды «Динамо Сунгуль» Павел Кунгуров. Паш, поздравляем с победой, здорово играли. Ну, и так же, как и вашему главному тренеру, задам вопрос, комментарий по каждому тайму. Спасибо за поздравление. Ну, первый тайм такой сумбурный получился у обеих команд, я считаю. Очень много было потерь. Плюс у нас было много незабитых в артаре. Вот Михаилов хорошо отстоял, у ребят очень прицепился, можно так сказать. Вот, второй тайм, ну, нам немножко повезло, я считаю, в артаре у нас тоже в концовочке зацепился, пару сейвов сделал, бежали, там забили легкие голы, создали себе небольшое преимущество и доиграли, довели игру до победного уже. Ну, во втором тайме почувствовали, когда Каустик немного подселся, вот за этот момент как раз надо зацепиться, сделать разницу, что в принципе это, просто мы-то видим это все со стороны, нам интересно мнение игрока, который именно участвовал в этом. Ну, я, да, про что я говорю, вот концовка была решающая, такой переломный момент был, когда у нас Ваня зацепился, пару сейвов сделал, с края отбил. Ну, в принципе, там два мяча вели, бежали, забили легкие мячи, вот четыре мяча стало и вот уже немножко такое облегчение почувствовали и что уже додавим эту игру. А сколько Иван Шаров вдохновил партнеров, когда вот до середины второго тайма шли качели и даже вы проигрывали какое-то время, выигрывали, именно вот насколько вратарь вдохновляет своих партнеров своей хорошей игрой? Ну, не хочу сглазить, не буду ничего говорить, Ванька молодец, не первая группа оказывает свой уровень и дай бог, что в том же духе продолжал. Павел, спасибо за игру, поздравляем еще раз и приезжайте к нам еще. Галкипер команды Каустик, Никит, ну, традиционно, комментариев, в принципе-то, претензий-то особо-то нет сегодня, вот если взгляд с трибуны, ну, что сам скажет, страж ворот Каустика по игре своей команды, ну, так же по каждому тайму. Ну, первый тайм сыграли хорошо, здорово стали в обороне, в нападении у нас все хорошо проходило, там были, конечно, ошибки, потери, но куда без них. Во втором тайме уже немножко потери функционально, стали больше пропускать защите, ну, и в нападении вратарь Шаров у них начал отбивать, с нашими, скорее всего, потеряли уверенность какую-то, начался затык, по итогу они сделали задел, который довели до конца матча. Никит, ну, я как и главному тренеру нашему задавал вопрос даже команде соперников, я в каждой игре наблюдаю, вот есть у нас провальные отрезки, именно вот эти провальные отрезки действуют на результат, что не хватает в этот момент, такая вот, бывает 5, бывает 7 минут голевая засуха, и все, это хватает сопернику, чтобы обеспечить по факту результат. Что происходит, почему эти паузы случаются? Не знаю, почему нас всех тревожит этот вопрос, потому что мы постоянно, даже если начинаем с минус двух, то мы догоняем, делаем какой-то определенный задел, также мяч два, потом мы этот задел теряем, и начинается опять по-новому, будем начинать догонять, и по кругу так. По итогу у нас весь сезон провальный отрезок, который влияет на результат, с чем связанным, непонятно. Никита, и твое мнение, вот что чувствует вратарь уже не по игре, да, когда выбывает твой основной партнер, по сути, до конца сезона, Глеб Пеликанов, и вместо него, по сути, у тебя как бы дублер, да, парень еще, ну, по сути, ему еще в молодежке играть и играть, но его кидают в самое пекло. Насколько это, может быть, напрягает, насколько тяжело? Ну, тяжело тут никогда не было, ой, наоборот, легко тут никогда не было. То, что случилось с Глебом, это, конечно, неприятно, трагично в какой-то мере, но выбора другого нету, надо Игорьку добавлять, прибавлять. Так это случилось со мной, когда я остался один на воротах, несколько сезонов назад. Так же мы с Глебом начали потом ставить вдвоем, потом пришел Дима. Даже не знаю, как сказать, ну, просто надо работать больше. Насколько это тяжело? Да, тяжело. Не знаю, что еще сказать. Никит, ну, как настроение все-таки? Семь поражений подряд, так, ребят, такого нету уныния, упадка, что вот мы ничего не можем, и ничего у нас не получается, не знаем, что делать? Так, положа руку на сердце. Ну, если бы мы ничего не могли, мы бы не забили 30 мячей с тимулю. Получается, что-то можем, но надо доводить оттуда идеалы, убирать потери. Мы стараемся над этим работать, но в какой-то момент идет затык, и по итогу все начинаем с начала. Никит, спасибо за игру. В принципе, неплохо, но ждем победы. Набирайте очки. Приходите на гонбол. Приходите на гонбол.